Всем привет! Мы продолжаем играть в Блоксбург. Жизнь бомжа. Сегодня мы с вами отправимся на несколько работ, на которых мы еще не работали. И будем выяснять, какая же работа нам больше подходит. Ну а в конце видео у нас будет небольшое голосование. Вы сможете проголосовать за понравившуюся вам работу. И та работа, которая наберет максимальное количество голосов, станет моей основной специализацией Блоксбург. Ну что ж, пони слайс. Первое место, куда мы отправимся работать, это в Блоксбургер. Посмотрим, что у них там за работенькая такая. О, так меня обрили. Я теперь лысый. Вообще, вы посмотрите, у меня даже на голове нету никаких волос, я словно в армейку приехал, блин. Надели на меня черный кипарик, синюю футболочку, поглаженную, всю короче одежду на меня надели. Ну что ж, пойдемте на кассу, будем смотреть, что нам здесь делать нужно. О, господи, чувак, почему ты блондин? Я никогда не видел афроамериканцев-блондинов. Что ты хочешь у меня скушать? Классический бургер, классический бургер, держи классический бургер. Give me one deluxe burger, пожалуйста, сейчас я тебе дам deluxe burger. Все. Наслаждайся. Enjoy. Здорово, enjoy. Double burger. Пожалуйста, и колу. Держи. Все, вали. Что-то он даже ничего не сказал, понравилось ему или нет. Делюкс-бургер. И блокси-фрес, блин, фрес, картошечку. Держи. Давайте посмотрим, сколько мы уже там наработали, заработали. Смотрите, мы выполнили 6 заказов и получили пока 37 баксов. Блин, это вообще капец. Посмотрим, что будет, когда я закончу 11 заказов. Оооо, наконец-то я выполнил 11 заказов. Я теперь крутой кассир и этот, как он, кассир-выдовальщик. В общем, у меня теперь уровень работы кассиром-выдовальщиком левел 2. Как бы так, левел 2. И, в общем, за 11 заказов я получил 70 баксов. Слушайте, ну, в принципе, что мы могли ожидать от этого блокси-бургера? Он невысоко оплачиваем. Так что уходим отсюда. Да, 70 баксов мне, в принципе, и дали за работу. Что там у нас здесь другое? Опачки. Фишермен. То есть этот как он? Удальщик. Рыбак. О, сейчас будем работать рыбаком. О, да вы посмотрите на нас панамочка. Блин, я опять лысый. Меня обрели. Панамочка. В общем, тут с Настей у меня всякие какие-то значки наклеены на моей жилеточке. Ну, короче, я крутой чувак. Ну что ж, посмотрим, сколько я получу, работая рыбаком. Вообще рыбак это по большей части как бы, ну, я не знаю, хобби. А чтобы работать, это нужно садиться на какое-то судно, уходить в открытое море и ловить много рыбы. Ну, посмотрим, может что и с удочкой получится. Закидываем наш поплывок. Обычки. И смотрим, когда он начнет клевать. Опа, клюнуло как быстро. Синяя рыбеха, нормально. За каждую рыбку нам дают по... А, мне кажется, что тут каждая рыбка стоит по-разному. Ну, давайте, вот за синюю нам дали 11 баксов. У меня уже десятка была, но вот за синюю я получил 11. А ну-ка, за розовую дали десяточку. Итак, чтобы понять, где сколько можно выручить деньжат, мы будем выполнять везде по 11 заказов. Ну, в данном случае мне нужно поймать 11 рыбех, и в итоге мы получим общую сумму, сколько я выручил за 11 рыб. Ну, или за 11 заказов. Ну, в общем, ребята, я выловил 11 рыбку, и как вы видите, я получил за 11 рыбех 115 долларов. Это выгоднее, чем работать в Блоксибурге. Блин, ну, короче, рыболовство выгодное дело, если вы хотите начать с чего-то. Посмотрим, что нам будут платить на других работах. Что у нас есть? Здесь мы работали, здесь мы уже тоже поработали. Бен с айскримом. Ух ты, я могу поработать мороженщиком. Ну, пойдемте попробуем. О, вы посмотрите на меня. На меня натянули фартук. О, кстати, нас тут двое. Ништяк, будет легче работать. Эй! Не, кажется, не будет. Он убежал от меня. Вы только посмотрите, сколько здесь сладостей. Офигеть, я бы все это сам тут съел, никому бы не дал. Ладно, я не настолько жадный. Ну, что ж, пойдемте поработаем. Так, что тебе нужно? Короче, клубнику с карамельным соусом, с сиропом. Ладно, попробуем, попробуем. Вот, вот это. И карамельный, карамель. А где, как карамель-то дать? Как карамель? А, он просил два шарика. Вот, два шарика. Теперь не то. О, карамель, о, о, карамель. Чувак, ну я же заготовил, ты чего? Типа, ну ладно, я сам съем. Ладно. Дабл чоколад. Короче, двойной шоколад и карамельный сироп. Понял, сейчас быстренько. Так. Двойной шоколад и карамельный сироп. Вот, пожалуйста. Возьми. Еее. Круто. Двенадцать баксов. Вот за такую вот небольшую картонную чашу с мороженым. Что ты хочешь? Чоколад. Короче, шоколадную клубнику. И спринклс. С чипсами, что ли? Ладно, попробуем. Моя башка дырявая. Подожди. А, шоколад, шоколад, подожди. Шоколад, клубника и спринклс. Пожалуйста, вот-вот-вот-вот, пожалуйста, возьмите. Еее. Еее. Получается. Вроде все прокатывать. Осталось отдать последнюю мороженку. Дайте мне, пожалуйста, клубнику, шоколадное мороженое. И с натертым, короче, это все орехом. Так, шоколад, клубника и нац. Держи, дружище. Ну, как мы видим, мы получаем левел 2. Проработав мороженщиками и заплатили нам 118 долларов. Да. В принципе, неплохо тоже для начала. Неплохо, неплохо. Все, валим отсюда. О, заведующий. То ли охранник, то ли заведующий. Короче, держатель склада. Свежей еды. Ну, посмотрим. Тут должны нормально платить. Погнали. Нифига себе. Да, ничего себе. А, подождите, это у меня кожаные такие башмаки или это сандалии? Похоже на сандалии. А так, в принципе, одежка неплохая. Что мы здесь имеем? Вы посмотрите, какой... А, так это магазин. Ну, понятно. В общем, ха. Круто. А тут в магазине есть кассиры? Да, есть кассиры. Нифига себе. То есть, я могу и на кассу встать, да? Пойдемте вернемся к нашим коробкам. И по ходу дела, что мне нужно тут это все разносить. Похоже, что мне нужно раскладывать товар по полкам. Я правильно понимаю? Ну, пойдемте попробуем. Опачки. Действительно, по полочкам нужно. Я, короче, супервайзер. Ясно. И сколько мне дали, интересно, за выложенный товар денюшек? А дали мне 7 долларов за выложенный товар. Угу. Где мало у нас продуктов или фруктов? О, вот сюда. Отличненько. Я грузчик, грузчик, грузчик. Гружу и разгружаю. Ну, куда еще тут нужно разгрузить? Ну-ка, показывайте. Ага, вот сюда. Осталось у меня последнюю коробочку дотащить. И мы получим новый уровень. В нашей тяжеленной работе. Как раз вот яблочки закончились. Обычки, конградилейшн. Вы стали грузчиком уровня 2. Я прям горд за себя. И получил я 81 бакс. Прикиньте, это на 10 баксов. Хотя я не помню, сколько там. Я там 70 с копейками получил в Блоксбургере. А здесь я получил 80 баксов. То есть здесь, ну, на 4 баксы. Или, может быть, на 5 баксов. В общем, выгоднее, чем в Блоксбургере работать. Так, дайте мне деньги. Я ухожу от вас. Все, я ушел. А теперь пришло время поработать кассиром. Вернемся назад. Здравствуйте, я пришел трудоустроиться на кассу. Да, опачки. Одежда, кстати, не изменилась. Я как был грузчиком, так и остался. Даже на кассе я буду грузчиком. Ну что ж, hello. Да. Пробить нужно, да? А пакет вам нужен? Давайте, вот вам пакетик. Давайте пробиваем все. Ух ты, как ты наваливаешь на кассу-то, а? Ладно, чипсы пробьем виноградик. Блин, сколько ж у тебя всего? А, нужно еще один пакетик. Так, еще один пакетик. Еще один пакетик нужен. Чувак, да куда ж... Ай! Два пакета. Лишний пакет дал. Ну ладно, вроде все, забирай. Сколько мне дали? 15 долларов мне дали за то, что я обслужил одного клиента на кассе. Подождите, там девочка с бородой. Подождите, дайте я посмотрю на это. Уууу! Нифига себе! А, это вроде мужик. Только почему-то прическа у тебя девчачья. Бабы! Бабы! Давай я тебя махну даже, чувак. Я бабы обожаю. Вот честно. Так, складываем бобы. Еще пакетик. Все, упаковал. Правда, еще один лишний пакетик тебе дал. Ну ничего, это подарок будет. Все, вали отсюда. Хей! Ну давай я тебя тоже тут обслужу. Так, где там пакетик? Достаем пакетик. Обычки. Пробиваем. Кушанину всю. Чипсоны. Блин, не могу. Пакетик нужен еще один. Чувак, а может мы с тобой местами поменяемся? Иди за кассу. А это типа я это купил. О, я даже отсюда могу обслуживать, да? Ха, прикольно. Ну ладно, сейчас я вернусь, подожди. Пакетик же тебе надо дать. Пакетик, пакетик, урозень, блин. Все, давай, до свидания. Короче, я тут приспособился. Смотрите, что я делаю. Я, короче, достаю 4 пакета. Да пофиг, сколько я тут пакетов достану, да? Ну давайте побольше прям. Заставим все нафиг тут пакетами. Пакеты, пакеты, в пакетах. И начинаем пробивать вот это все дело. Давай. Закидывай все в пакеты, просто, знаете, как жонглер. Вот так вот. И пофиг, что там, ну как бы дофига пакетов, да? Клиенты все это утащат. Ну как бы подарок. Все, забирай. Обычки. И не паришься. Туда, сюда. Достал пакетик. Загрузил потом новый пакетик. Загрузил, короче. Чтоб вот этого головокружения не было. Проще достать кучу пакетов. Вот так вот. Обычки. По-быстренькому. И закидать все туда. Как я быстро все, а? Может мне в этот в циркачите работать? Все. Фантастика. Она даже в шоке убежала отсюда. Остался последний клиент. И это будет... Нет, это будешь не ты. И не ты. Мы подождем. Вот, может это будет он. Или она. Хай. Ну, здорово, здорово. Быстренько сейчас мы тебя упакуем. Вы посмотрите, кажется, я начал вонять. Прямо на кассе. У, какая вонь от меня. Быстренько закидываем все продукты. И надо валить отсюда. Ну, раскидывай. Выкидывай, точнее, на дорожку свои. Молоко и продукты. Так, все, давай. До свидос. И я кассир номер... Точнее, кассир уровня 2. И дали мне, кстати, за 11 клиентов. Ну, то, что я их обслужил. 174 бакса. Слушайте, это... Ну, вот, пока что все, что у нас было, это пока самая высокооплачиваемая работа. Кассир. Так, все, я заканчиваю с кассиром. 174 бакса. Валим домой. Надо помыться. Надо помыться. Ну, что? А следующая работа это грин-клин. Короче, уборщики. Ну, пойдемте посмотрим, что нам там будут платить. О, да. Вот это круто. Всегда мечтал вот так вот одеть. Ведро себе. На пояс. Ну, там, за ремешок или еще куда. И вместо пистолетов в кабру затолкать швабру. Просто ремба какой-то. Ремба по уборке. О, здорово, брат по уборке. Ну-ка, давай с тобой заговорим, что ты там нам расскажешь. Привет. Это уборочная компания. Мы самый лучший сервис по уборке в Блоксбурге. И прочь, прочь, прочь. Такая всякая фигня. А почему мы такие пессимисты? Мы пессимисты. Правильно. Да. Скучный чувак. Ладно, пойдемте. Пойдемте что-нибудь оттирать. Я так полагаю, здесь вот кто-то hello написал. Это нужно стереть, да? Ладно, давай. Поработаем немножечко. Ух ты, как тут все серьезно анимировано-то. Мы повшикались, стерли губочкой это все дело. Где у нас тут еще надо... А, подождите, надо посмотреть. Что нам там за эту работу платят? 12 баксов за то, что мы убрали территорию. О. Кто ж тут намусорил? Наверное, какой-то бомжара. Такой же, как я ранее был. Сейчас-то я поднялся. Вы посмотрите, я вот химчисткой, уборочкой занимаюсь. Давай, hello, вот это три. Вот это тоже убирай. Пшик, пшик, пшик. Ага, круто. Блин, почему озвучки нету? Ух ты ж, нифига себе. Это кто тут такой кляузу навалял? Вот это серьезно, надо это убрать. О, Пакман, чувак, это не ты рисовал, а? Надо в полицейте сдать. 42 бакса уже заработали. За 4 уборки. Ух ты, тут еще автоматы есть, смотрите. А деньги можно получить? А, ну понятно, конечно. Заплати вначале рубаксы и получишь свои баксы из этого банкомата. Ой-ой-ой, кто это насрал? Прямо на стояночке. Надо прибрать. Ну-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. О, уже чище стало. Во-во-во, вот это граффити. Надо это ко-и-п-ту-у-у-у-у-у-у-у. Я даже не знаю, на каком это языке написано Ладно, стираем Почему, блин, у меня нет машины с мигалкой? Я же как бы городской клинер-служба Я спасаю мир от грязи Я, можно сказать, супергерой Все мимо ходят и не замечают меня Даже никто не говорит Чувак, ты что по мусору прошел? Я тебя сейчас шваброй дубачу И последняя уборка Я даже не знаю, что убрать Стереть со стенки или вот этот мусор Давайте, наверное, мусор уберем О, подождите, тут еще что-то было Боеблоксикола? Нифига себе, я в стенке могу купить колу Давайте попробуем это сделать Круто, я купил колу Только куда она уходит? Наверное, в мой холодильник, которого еще не существует у меня дома Но это не важно Главное, чтобы она у меня была Так, а я вот это сейчас уберу Левел 2 Теперь я уборщик второго уровня И за всю эту уборку я получил 115 баксов То есть 11 уборок, 115 баксов Неплохо, неплохо так Пора сдать наше вооружение Наше ведро, губку И моющее средство Все 115 баксов Спасибо, спасибо Это была честь для меня поработать уборщиком Ну что ж, пойдемте посмотрим, что у нас еще есть О, да Лисопилочка, моя любимая Как я люблю запах распиленного дерева Ну что ж, пойдемте поработаем Опачки Вы посмотрите, я вернулся словно в Ламбертайкон 2 Прямая дежка для меня Экипарик мой и штанишки и все как надо А тут, наверное, ну да, это брат-близнец, только он немножко подкачанный Наверное И с пузом А нет, это вроде пресс у него так Он, короче, это, протеин опился Закос Закос под меня Ай-яй-яй Ну-ка посмотрите, кто круче Я или он Да, по-моему, я же круче Да еще и в очках Я типа на ста или там сидел, а Ладно В общем, хорош, что-то там мерится Кто красивее Что здесь делать-то надо Ладно, поговорим с нашим лесорубом Скажи мне, как работать Привет Добро пожаловать Ловли Ламбер Короче, это, на лесопилку Я хочу поработать лесорубом Конечно, без проблем Просто возьми топор и начинай рубить Ну, в общем, ты мне ничего нового не сказал Ладно, давай Пока Тут, смотрите, тут у нас лесорубщица появилась А что, вот так вот рубить надо? Слушайте, так это же циркулярная пила Она же тут нафиг чертям руки может отпилить Вы что, издеваетесь? В атаку трубить дерево Ну-ка, подожди, а если я с этой стороны встану? А если в атаку встану? Оу! Кажись, ребята, я нарушил технику безопасности Меня распилили Ну, хотя, как распилили? Фокус не удался Я остался целее всех, короче Хорошо, а если я нажму на топор? Оу! Неужто я начал рубить? Вы посмотрите-ка Блин, почему на ей они не сделали это? На ей было бы гораздо удобнее Ладно, рубим дерево Опачки, одно дерево я срубил Э! Маньячка прибежала рубить меня Я тебя сейчас сам зарублю Это пятница 13-ая, чуваки Рубилова Она рубит дерево, я рублю ее Ладно, пойдемте рубить дерево все-таки Слушайте, так деревьев-то на самом деле дофига Я могу, наверное, в центр города забежать И прям там, в центральном парке начать рубить дерево? Это же просто шикарно Вы прикиньте, насколько это круто? Опачки, ребята, посмотрите Здесь у нас есть парапланы Угу Ну давайте мы сперва вот тут вот срубим дерево А потом спустимся на параплан Кстати, в комментариях мне тоже писали, что здесь есть парапланы И на них можно полетать Ну, точнее, с этой горы спуститься Но сперва мы срубим дерево И посмотрим, дороже ли оно, чем там внизу 25 О боже ж ты мой, вы посмотрите Лесоруб прорастает Лесоруб вырос вместе с деревом Ну и все Теперь я буду сидеть вот тут вот на дереве И смотреть на город Да не, конечно, шучу Ладно, в общем, мы поняли, что вот это дерево стоит 9 долларов А ну-ка, давайте соседнее срубим Мы лесорубы, мы не плотники Ясно, разница, ошибка невелика Давайте спустимся на параплане Юху Лесоруб умеет летать Ха-ха Круто Офигенно Просто Шикарно А теперь летим в парк Рубить дерево там Не, ну только не дождь, вы чё Блин Фигово дело В такую погоду нелетную нельзя летать А можно я здесь спрыгну Смертельный номер Прыжок веры В центральный парк Юху Ха, прикольно, слушайте Ну-ка, теперь попробуем срубить в центре города деревяху Правда, тут народу нет Ну да, прикиньте, я здесь тоже могу рубить Просто офигенно Ха-ха Я сейчас весь центральный парк вырублю нафиг И не будет никакого парка И последнее дерево, которое мне осталось вырубить в этом парке Оно будет одиннадцатым И посмотрим, сколько я выручу денег за одиннадцать срубленных деревьев Ооо, левел два Я лесоруб второго уровня Ну конечно, в этой игре я второго уровня А так-то я Сто пятьдесят восемьдесят Да, чё я вру девяносто девятого Да блин, да какого уж я уровня в Ламбертеке Да фиг его знает Да короче, я там Крутого уровня И получили мы за одиннадцать срубленных деревьев Девяносто три бакса Да, лесоруб нынче в этой игре не котируется, ребят Так что увольняемся Спасибо, конечно, за денежку Ну а мне пора вернуться домой Чтобы немножко подкрепиться, поспать и помыться Прикиньте, прихожу я такой домой А мне тут говорит Вам тут чек пришел На налоги Оплатите, пожалуйста, счет за ваш дом Короче, мне теперь каждый месяц Я так полагаю, нужно оплачивать еще Счета за мою квартиру За мой дом Одиннадцать баксов, короче, в месяц, да? Ну шо ж Давайте оплатим, иначе Из налоговой придут и отберут у меня мой картонный домик И до того несовершенный Ну а я пока отправляюсь в душ Нужно помыться А то гигиена хромает Осталась последняя работа, на которой я еще не работал И я ее ужасно боюсь Это парикмахер Стилист Да какой из меня стилист? Ну ладно, попробовать нужно Сейчас я кому-нибудь нафиг волосишки поотрубаю О боже ж ты мой, как я боялся этого дня Ну, по крайней мере, меня не нарядили как-то смешно Но зато я на фоне розовых колбочек Хе-хе-хе Ладно, давайте попробуем кого-нибудь тут Отчекрыжить Главное не отчекрыжить, что-нибудь Важное Ну что, что здесь самый смелый? Эммм, ну давайте вот попробуем вот на этом чуваке В пиджачке, что ты хочешь? Он просит перекрасить в голубой цвет Оу-оу-оу Нифига себе Вот такой пойдет? I don't like Хе-хе-хе Ему не понравилось и он свалил с такой прической Как далеко ты убежишь, дружище? Да не-не-не-не, я возвращаюсь на работу Вы чего? Вот девочка захотела Блонди стайл Так, Блонди, Блонди, да? Эээ, ну я не знаю, какой у тебя причесон-то выбрать Она хочет, как у Месси Где у нас тут Месси? Вот, Месси и Блонди пойдет О, Господи А, это пацан был Ну ничего Ладно Месси так Месси Правда, Месси, по-моему, у нас это Черный, а не блондинистый Эээ, так, что ты хочешь у нас? Сделайте мне, пожалуйста Броун Лонг Ну, давай попробуем тебе Броун Лонг найти А, да ты еще и Бэтмен Так, вот, подождите Лонг А Броун, это вот такой вот цвет Еееее Все, вали отсюда А тебе чего? А, кстати, я забыл посмотреть, сколько мне денег за это платят 22 бакса я уже заработал Обслужив двух чуваков Так, девочка, давай Не, все-таки Подожди, девочка Она посмотрела на меня и убежала Мне с девочкой это приятнее всего будет работать Эээ, ладно, вот типа гость, да? Ну, похож на гостя Опять Броу Не, неинтересно, я Броу уже стрик А вот это вот стильный чувак Хэтбенд Хочет хэтбенд Где тебе? Вот хэтбенд И, а цвет Ред Красный цвет О, боже А это, может, девочка была? У нее эпик на спине написано было Эпичная девка была С красными волосами убежала отсюда Сделайте мои волосы зелеными И стиль Бан Ладно, попробуем сейчас мы тебе перекрасить зеленку Где стиль Бан Вот Бан О, боже ж ты мой Какая-то причудная прическа будет А где зеленый цвет? О, ниша Миштяк О, я прям балдею Я тут обнюхался всяких флакончиков Слушайте, на этой работе Еще и волоса Лезут в рот В уши В нос В общем, волос здесь, конечно, дофига Ладно, о чем это я? В общем, я вам расскажу, сколько я заработаю Когда обслужу один из клиентов Ну что, осталось обслужить еще два клиента Попробуем это по-быстренькому сделать Хэтбенд Просит чувак О, хэтбенд А, это девочка Я так полагаю, что мы здесь занимаемся не только стрижкой Но еще и хирургическими Пластическими операциями Потому что приходят вроде как пацаны А уходят отсюда девчонки Ладно, не будем о плохом, о печальном Теперь я и стилист второго уровня Ух И получил я за 11 обслуженных клиентов 123 бакс, ребят Ну что ж, делайте выводы Работать вам стилистами или нет в этой игре Хе Но это довольно забавно Но я сюда не вернусь Спасибо за 123 бакса Ну вот, в принципе, ребята, и все Но вы можете сказать А как же там пицца-мейкер и доставщик пиццы Мотомеханик Дело в том, что я за них уже поиграл В прошлых сериях Кто не видел, обязательно посмотрите Так что играть за них сейчас я не вижу смысла А сейчас, ребята, интерактивчик Небольшой такой вот Смотрите, вот здесь вот Стрелочка показывает У нас проходит опросник Вам необходимо проголосовать за ту профессию Которая вам понравилась больше всего И та профессия, которая наберет больше всего голосов Будет моей основной специализацией в игре Блоксбург То есть я буду ее прокачивать до максимума И буду работать на ней как на основной Так что все зависит только от вас С кем я буду в своей бомжатской жизни Ну а на этом я с вами прощаюсь Спасибо за просмотр Не забываем ставить лайки, писать комментарии И подписаться на канал, если вы еще не подписаны Ну а я с вами прощаюсь Всем удачки и пока-пока Чувак, убери свое корыто, которое воняет Блин, как не знаю и что Фу-фу-фу-фу